Всем привет! В этом видео я расскажу о том, как создать быстрый диск из оперативной памяти вашего компьютера и за счет этого ускорить работу Windows или отдельных приложений, например браузера. На скорость работы компьютера сильно влияет скорость работы жесткого диска. Именно поэтому в современном компьютере целесообразнее установка SSD диска, нежели традиционного HDD. Но скорость работы оперативной памяти в разы превышает скорость работы SSD диска. Есть способ выделить часть оперативной памяти компьютера для создания отдельного диска в операционной системе. Об этом я сейчас и расскажу. Итак, если у вас старый компьютер, нет SSD диска и вы хотите ускорить работу интернет-браузера или другого приложения, то сделать это можно выделив часть оперативной памяти компьютера под отдельный диск. Сделать это можно с помощью программы AMD Radeon RAM Disk. Чтобы сделать это, скачайте RAM Disk с сайта разработчика по ссылке, которую я оставлю в описании. Установите и запустите программу. В окне Settings укажите объем диска, который необходимо создать. Имейте в виду, что он будет создан за счет имеющейся в наличии оперативной памяти. Не рекомендуется для данных целей использовать более 50% от нее. На моем компьютере установлено 8 ГБ оперативки. И программа, как видим, говорит, что можно создать диск объемом не более 4 ГБ. Указываю 1 ГБ. Для моих целей будет достаточно. Можно изменить название и букву диска. Я оставляю их без изменений. Теперь перейдите в вкладку Load Save. Здесь нужно указать диск, на котором будет храниться образ создаваемого диска. Укажите желаемый. В Load Options укажите, создавать ли отдельный диск в эксплорере или загружать только его образ. Для наглядности создам новый диск. А также установлю сохранение образа диска после отключения. При желании, можно установить дополнительные опции в вкладке Options. Например, если образ создаваемого диска вы будете сохранять не на системный диск, то иметьте такую возможность. Также можно включить или отключить загрузку диска при старте системы. И так далее. После настройки нажмите Start RAM Disk. И запустится его создание. Дождитесь окончания этого процесса. Как видим, в папке Этот компьютер появился новый диск. На диске C, в моём случае, появилось два файла, созданного виртуального диска, с установленным названием и объёмом. Перед началами его использования лучше перезагрузить компьютер. Как видим, я только что создал новый диск, из части оперативной памяти своего ПК. Прежде чем делать с ним что-либо, давайте проверим скорость его работы. Для этого я буду использовать утилиту CrystalDiskMark. Программа бесплатная. Ссылку на страничку для скачивания я оставляю в описании. Для этого открою CrystalDiskMark и запущу тест установленного на моём ПК SSD диска и диска Z, созданного в оперативной памяти. В подробности погружаться не буду. Но как можно увидеть, скорость чтения и записи созданного в оперативной памяти диска Z выше в много раз. Как же можно использовать такой диск? На нём можно разместить портативные версии программ. Или, например, небольшую виртуальную машину. Или другую программу, которая нужна, чтобы работала быстро. Кэш-браузера. Осуществлять редактирование аудио или видео. Всё зависит от имеющегося в наличии объёма оперативной памяти и поставленных задач. Как пример, давайте покажу, как настроить сохранение кэша Google Chrome на RAM-диск для ускорения работы браузера. Чтобы сделать это, кликните правой кнопкой мыши на иконке Google Chrome. Google Chrome. Свойства. Ярлык. Теперь добавьте в строчку объект следующую команду. Я её обязательно оставлю в описании к видео. Где Z – это буква вашего RAM-диска. Применить. Окей. Теперь после использования некоторое время Google Chrome, на RAM-диск Z появится папка с кэшем браузера, которая будет туда сохраняться и оттуда загружаться. Что в результате позволит работать браузеру намного быстрее. Данную инструкцию я подсмотрел на официальном сайте AMD Radeon RAM-диск. Кроме инструкций для Chrome, там есть аналогичные для Internet Explorer и Mozilla Firefox. Ссылку на них оставляю в описании. На нашем канале уже есть целая серия видео о настройках, оптимизации и полезных функциях интернет-браузеров. Ссылки будут в описании. Чтобы отключить созданный RAM-диск, достаточно снова запустить приложение AMD Radeon RAM-диск. И нажать Stop RAM-диск. Всё. Диска Z больше нет в папке этот компьютер. Если его нужно удалить навсегда – удалите файлы образов, которые у меня расположены на диске C. Кстати, восстановить файлы из образов дисков или виртуальных жёстких дисков можно с помощью Hetman Partition Recovery. Ссылка на страницу программы будет в описании. Плюсы такого способа использования оперативной памяти компьютера очевидны. Минусом есть то, что на период использования RAM-диск на компьютере стаёт меньше оперативной памяти. На этом всё. Если из данного видео вы узнали что-то новое, то ставьте под ним лайк. Подписывайтесь на канал Hetman Software и не пропустите другие полезные видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.